Четыре года исполнилось радиостанции Таван Радио. Что изменилось за это время на волне 100 и 3 FM, расскажут мои коллеги. Каждый день они приходят на работу раньше всех, а потом будет чебоксарцев, новочебоксарцев и жителей близлежащих районов словами. Утро добрым бывает, особенно если вы встречаете его вместе с нами с будильниками. Всем здравствуйте, Анна Галицына и Максим Попов. Будильники шоу на 100 и 3 FM. Это три часа юмора, отличного настроения и, конечно же, призов и подарков. Аня Галицына, Максим Попов, Ольга Элеме, Вася Васин, Вадим Кирман, Снежана Тимофеева, Алена Арсентьева, Маргарита Мельникова, Евгения Фандеркина. Голоса этих энергичных, интересных, харизматичных ведущих каждый день звучат на волне 100 и 3 FM. Это они рассказывают самые интересные новости и освещают музыкальные события. А настраивает всех на творческую волну Анжелика Иванова, продюсер Таван Радио. Четыре года назад в городе у нас появилась первая радиостанция, которая вещает на двух государственных языках. Это русском и чувашском. Тем более вещает круглосуточно. Это тоже большой плюс. Мы нашли своего радиослушателя. И я понимаю, что нас очень любят, нас слушают. С нами начинает день, с нами день заканчивают. Хочется сказать, что те, кто начинал с самых АЗОВ делать Таван Радио, они приложили все свои усилия. Правда, большие молодцы. Это сложившаяся команда, которая сейчас тоже идет по верному пути. И в планах, конечно, у нас делать живое, говорящее радио. Чтобы были не только музыкальные новинки, но и были новые программы, проекты, которые были бы интересны нашим радиослушателям. Снежана Тимофеева работает на Таван Радио с самого открытия. Это она каждый час знакомит слушателей с самыми главными событиями, которые происходят в республике. Новости у нас выходят в прямом эфире, что позволяет нам напрямую передавать информацию и доносить до радиослушателей. Аудитория Таван Радио – это активная молодежь, которая любит свой регион, чувашский язык, культуру, любит музыку. И, безусловно, это ребята с хорошим чувством юмора. Ведущая утренней шоу программы «Будильники» Аня Голицына рассказала, как она выходит из нестандартных ситуаций. Однажды, да, такой случай, мы зачитываем про погоду в прямом эфире. И однажды, когда мне нужно уже зачитывать погоду, все уже знают, что в это время она выходит, все слушают, все ждут с нетерпением. У меня просто завис компьютер, и погоды нет. Я за полсекунды вспомнила, что было на улице, и придумала погоду на ходу. Именно поэтому на волне 100 и 3 ФМ всегда хорошая погода и настроение. Татьяна Трофимова, Арена Гавилян, Республика.